Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас, как всегда, на моем канале. У нас сегодня с вами Жульен, который очень давно не был. Вот так вот он выглядит, с грибочками, с курицей, как я люблю. Все, он даже горячий. Специально приготовила мамочка. Спасибо за маникюр, так скажем. Мы договорились, что я ей делаю маникюрчик, она мне готовит Жульен. Договорились, так скажем. Сделала дизайн, который маме не понравился, потом переделали, это все убрали. Как вкусно, ребят, вкуснее я ничего не ела. Боюсь, что все съесть не смогу, да и не надо. Мы же с вами худеем. Что насчет моего похудения? Я это видео выложу, наверное, совсем поздно. Но ем я все это полшестого. После шести я не ем ничего. Плюс, с жалим, мы занимаемся. Так что это ни в коем случае не значит, что Мукбанки выходить не будут или будут выходить реже. Нет. Я просто буду сжигать калории, которые я ем. Спортом, просто ходьбой. Просто элементарная ходьба пешком. Так вы тоже сжигаете калории. Если есть желание, почему нет? Сложно себя отказывать во всем. Очень сложно не есть. Тем более сидеть на каких-то жестких диетах. Гречка, например. Каждый день одно и то же. Одна это гречка. Неправильно это все. Одно и то же постоянно кушать нельзя. Кстати, про одно и то же. У меня такая проблема, ребят. Может, среди вас тоже есть. У кого есть кошки, собаки. У меня такая проблема. У меня кот не ест покупной корм. Вот ему подавать только домашнюю еду. Сметанку, например. Сливки. Сегодня мы ужинали сливками. Это ему нравится. Ну, вот чисто покупной корм постоянно. Он прям вынужденно ест. Мы вчера были у ветеринара. В ветеринар уже железобетона сказал, что это мальчик. Сделали там ему прививочки. Насчет того, что кастрировать, не кастрировать. Пока что рано. Я думаю, что я не буду его кастрировать. У нас у двоюродного брата есть такого же возраста девочка. Возможно, мы будем их размножать и просто отдавать, кто хочет. Возможно, среди моих подписчиков тоже будут желающие, кто захочет себе завести котенка. поэтому кастрировать и что-то рука не поднимается. Я его настолько люблю, что не могу это представить. Это просто садизм по мне. Очень жестоко. Вот я всегда говорю, я буду такой строгой мамой. Я буду вот так вот воспитывать. У меня появился котенок, я ему элементарно не могу замечания сделать, потому что, не знаю, я боюсь, как-то он на меня обидится. Хотя мама ругается. Мама говорит, котенка нужно воспитывать. Спасибо всем, кто пишет комментарии, дает советы. Спасибо огромное. Честно, очень приятно. Я прислушиваюсь к каждому вашему комментарию. Лаваш так в тему. То ли я голодная, то ли жульен очень классный. Я вам ссылочку оставлю внизу. Вы можете перейти, тоже приготовить. Просто уверена, что вы останетесь в восторге. прям нежнейшее мясо. Курицам, грибочкам. Такие вот дела. Просто не ест. Вот напрочь не хочет есть сухой корм. ему подавать сосиски. Какие-то молочные продукты. Мне не жалко. Просто мне в комментариях пишут, что это нельзя, то нельзя, третье, десятое. Я просто в замешательстве. Некоторые спрашивают, как так получилось, что он сразу начал ходить в туалет туда, куда надо. Просто, наверное, его мама научила, что нужно ходить в туалет в какое-то темное место. я его как положила в коробку, закрыла коробку. Так сразу он понял, сделал свои дела там. Я уже по этому поводу не переживаю. Все нормально. Не жалею, в общем, что завела кота. Заводите. Это счастье. Кто-то, например, покупает двух породистых котят, разводит и продает такой бизнес. Хорошо ухаживают. Мы еще просто хотим разводить, чтобы не кастрировать и не стерилизовать. Когда мы переезжали из Саратова, у нас был кот. И он, когда мы уже переезжали, когда уже вещи затаскивали в машину, у него уже, знаете, началась такая паника. Животные же не чувствуются. И он просто взял и убежал. А люди, которые купили у нас дом, это были две женщины, две сестры. У них было 12 кошек. они как раз переехали из-за того, что в квартире неудобно держать столько животных. Вот они как бы приютили нашего кота. маму уже сделала документы, чтобы перевезти его через границу. Это все. Он просто в последний день как будто что-то почувствовал и убежал. Даже в этот поводок, который купили для него, чтобы в дороге не убежал. мама просто привезла этот поводок и она очень расстроена была. Что почему так произошло? Что он почувствовал, что решил убежать? Кстати, под прошлом видео, где я делаю мамочке маникюрчик, мне тоже уже давным-давно пора делать себе. Уже месяц я хожу с этими ногтями. Я решила не просто снять коррекцию, а мне нужно очень много дизайнов. Я хочу купить например новогодние елочки, наклеечки, базы, топы. В общем, всего у меня позаканчивалось. Я хочу устроить себе такой шопинг именно ногтевой. Знаете, сначала снять влог, как я иду, покупаю все это. Покажу в магазине какой выбор, что, как. Потому что вот это видео, как я покупаю елку, оно конкретно зашло, всем понравилось. я думаю, что так вам очень понравится. Сто пудово понравится. Как же вкусно. Правда, сегодня помада очень удачная. В общем, будет влог, сначала мы идем с вами по магазинам, покупаем все, что нужно для ногтей. Заодно там в магазине покажу вам лампы, какие есть, какие хорошие, потому что у меня прям не супер лампа на самом деле. У меня двоюродная сестра, Севиль, огромный тебе привет. Если ты меня смотришь, вот она купила лампу, вот это да. там по-моему 40 светодиодов, в общем, офигенная. В общем, покажу все, что есть там в магазине, наклеечки, ненаклейки, там базы, топы. Думаю, так даже будет интереснее, чем просто процесс. Запиваю просто водой. я стараюсь как-то разнообразить контент. То есть, чтобы это были не просто мукбанки. Иногда какие-то влоги, часть моей жизни. Мне кажется, так интереснее. Вроде как все смотрят. Мне это очень приятно. если смотрят, почему бы не снимать. Я прям горячее ела жульен. Фишка этого блюда как раз-таки заключается в том, что как только вы приготовили, сразу подавайте на стол. Получается очень вкусно. Вкуснотища. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В скором времени ждите обязательно видео с маникюрчиком. там будет вначале шоппинг, а потом непосредственно сам процесс коррекции. Думаю, что вам понравится. Всех люблю, целую. С вами Black Emily. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok